Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 22-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке мы с вами рассмотрим виджет иконок, шрифтовых иконок, иконки на любой вкус, можно делать практически любой размер, и при наведении можно менять цвет, причем при наведении здесь сразу идет плавный переход. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настроечки данного виджета. Виджет перетягиваю на холст, и у нас здесь с вами обычная ситуация, мы с вами уже хорошо знаем, как получать иконки сервиса, но в данном примере почему-то здесь используют другой сервис. Не знаю, чем он лучше или хуже, но принцип вставки здесь такой же. Мы видим, что здесь есть поле для вставки шорткода от иконки, чтобы иконка отображалась. Color – это цвет иконки. Следующий цвет – это при наведении мыши на иконку, какой менять цвет. Ну и, соответственно, size последний – это размер иконки. Давайте попробуем. Кликаем вот здесь вот, вот на это слово, это ссылка, нас перебрасывает в браузер, и мы видим непривычный для нас сервис. Я раньше, честно говоря, о таком даже не знал. Но принцип вставления иконок здесь такой же. Не знаю, насколько он богат иконками, много их ли тут вообще. Ну давайте попробуем. Может быть, кому-то такой способ больше понравится. Смотрите, вы кликайте по любой иконке мышкой. И тут даже удобнее нас не перебрасывать на другую страницу, а сразу под иконкой появляется вот такой текст. Один раз левой кнопкой мыши вы кликайте, и текст весь сам выделяется. Правая кнопка мыши – и копировать. И давайте попробуем. Вот здесь вы все удаляете и вставляете иконку. Потом нажимаете Enter. Идет подгрузка виджета. Смотрим, иконка покажется или нет. Да, иконочка отображается. Сразу Color. Меняем цвет на свой. При наведении возьму такой же цвет, только сделаю потемнее. И размер поставим побольше. Например, 200. То есть все тут работает. Настройки немного. То есть где угодно, какие угодно иконочки можете использовать для вашего лендинга теперь без проблем. Иконочки будут все шрифтовые. Видите? И плавный переход. Все очень красиво и качественно. Ну и таким же образом вы просто зажимаете Alt на клавиатуре, левой кнопкой мыши зацепляем, делаем дубликат виджета и идем обратно в сервис, чтобы взять какую-нибудь еще иконочку. То есть здесь уже все аналогично. Давайте попробуем вот эти часы. Заходим, удаляем, вставляем новый шорткод. Меняем цвет, если хотим. Вот, в принципе, и весь виджет. Давайте посмотрим. У нас здесь все получается. В принципе, очень качественный, красивый виджет. Использовать на лендингах вообще само удовольствие. Эти иконки очень хороши. То, что при увеличении, например, на смартфонах или на планшете, знаете, да, если пальцем увеличивать сайт, чтобы разглядеть детали, то есть иконки JPEG-овские, APNG-шные, они тут же будут очень плохо выглядеть, некрасиво. А вот такие иконочки, с ними ничего не будет. Как ни увеличивай, качество не изменится. Всегда будут качественные иконки. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok